В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте. Традиционно раз в месяц мы встречаемся с депутатом Петром Смирновым, чтобы обсудить самые яркие события нашего города. Петр, привет. Здравствуй, Лида. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Давай поговорим о том, чем отметился Саров за последний месяц. Я думаю, что отметился он как минимум на региональном уровне видеообращением нашего мобилизованного Алексея Генидина. Все наверняка видели эти эмоциональные выступления, где Алексей рассказывал о том, что он не очень доволен тем, как отправляли мобилизованных в воинские части. И вот недавно эта история получила продолжение. С ним встретился наш губернатор Глеб Сергеевич Никитин. Уже на пункте сбора. Ну, во-первых, я считаю, что он наверняка был очень искренним, потому что находясь на сборном пункте или в учебном части и понимая, куда ты идешь, с какой целью тебя отправили туда, нельзя быть фальшивым человеком в этот момент. В то же время тут все нервы, мне кажется, уже оголены и даже мелочь какая-то может вывести из состояния равновесия, как раз-таки понимая, где ты находишься и куда ты отправляешься. Вот понимаешь, тут два аспекта. Первый, ты на него смотришь со стороны, второй, пытаешься себя поставить на его место. И вот примеряя, условно говоря, себя на его месте, ставить в его ситуацию, тебя мобилизовали. Ты пришел в военкомат, тебя собрали как-то, посадили в автобус и отвезли в сборный пункт. И попадая в сообщество таких же, как он, людей, они начинают, может быть, не дружить, но проходить, как это называется, боевое слаживание. Это будущее твои боевые товарищи. Даже не будущее, уже здесь и сейчас. И там происходит обмен, будем говорить так, мнениями и опытом. А как у тебя, а как у меня. Делить еду начинают банально. То есть, когда Алексей говорил о печеньках, это не просто так. Просто потому что они, сидя или занимаясь тренировками, в том числе перекусывали этими печеньками. И первый же вопрос, откуда нам с собой дали. И это сравнение, которое возникло, очевидно возникает, что ребята, как он говорит в своем обращении, из Большого Козина, это небольшой поселок под Нижним Новгородом, да, как их там провожали. И как он сравнивает, как провожали здесь мобилизованных. У него, может быть, не требование, да, как некоторые услышали, да, что там, дайте мне то, дайте мне это. А досада? Да, это досада, это расстройство, это понимание того, что отношение другое. И здесь я хотел бы как раз уже отметить действия самого губернатора, да, Глеба Сергеевича. Тут он поступает, ну, чисто по-человечески, да, то есть, да, есть справедливые, да, с точки зрения Алексея, да, высказывания. И Глеб Сергеевич, ну, не то, что вынужден, это его работа, да, это его задача. Встретиться, поговорить, успокоить, обнадежить, там, привести какие-то... Устранить дефициты. Устранить, да, те дефициты того внимания, тех, там, товаров, как говорят, первой необходимости, да, тех нужд, которые сейчас, в которых сейчас нуждаются наши мобилизованные ребята, да. И это хорошая, с моей точки зрения, работа, и она не выглядит, что ли, на показ, да, это не пиар, да, это... Он просто делает свою работу. Да, да, понятно, что, да, в публичном пространстве эта тема, ну, как говорят, отрабатывается, да, то есть, показывается эта встреча, там, снимается видео, снимается фотография, но ничто не мешало и нашим властям, да, заранее это сделать. Банально, там, собраться в актовом зале в том же военкомате, да, там, просто поговорить всех на пустственное слово, сказать, сделать пауэр-фотографии, это было бы уже, может быть, там, меньше негатива. Ну, вот, кстати, по поводу фотографий, я помню, что, когда начиналась вся вот эта мобилизация, и первые группы, по крайней мере, на большой земле мобилизованных, они действительно уезжали с помпой, то есть, это были актовые залы каких-то администраций, там, к ним с приветственными словами, их провожали, это все показывали на телевидении, печатали в газетах, в интернете, были синхроны этих мобилизованных. Но чем дальше, тем вот этой истории меньше, потому что, ну, как будто бы осознание произошло, что это не просто армия, вот, чтобы так этих людей провожать. И сейчас очень многие говорят о том, что зря вы показываете лица мобилизованных, учитывая вот наш цифровой мир, где каждого человека можно пробить, его семью, где они живут, это просто небезопасно. И сейчас лица мобилизованных стараются скрывать. И вот таких вот провожаний с помпами перед камерами, их уже не делают практически нигде. Слушай, ну мы говорим про две составляющие. Одно дело ты провожаешь с камерами, с помпой, там, с официальными лицами, с вручением каких-то там собранных, там, пайков и так далее, да, там, помощью и прочее. А другое дело, это можно делать без публичности, да, но просто собрать людей, да, не обязательно там фотографировать, писать статьи на эту тему, снимать новостные сюжеты на телевидении. Это можно сделать просто собрав людей, поговорив, вручив там какие-то там сухпайки и вещмешки, и не обязательно об этом рассказывать, да. То есть разговор не о том, что, а, нас не показали по телевидению, разговор о том, что нас просто собрали, посадили в автобус и все, и уезли. А вот в других местах по-другому относятся к своим людям, да, и действительно, ну, надо отметить, в нашем городе это все такое, ну, достаточно тайное мероприятие было, да. При этом, да, я хотела бы вернуться к действиям нашего губернатора, и я в прошлый раз об этом говорила, и я, наверное, выгляжу как такая ярая поклонница Глеба Сергеевича, но мне на самом деле нравится, как он ведет себя в сложившейся ситуации, и действительно, он, к примеру, и другим регионам подает. И при этом, как ты сказал, да, он действительно просто выполняет свою работу, он не делает каких-то сверх вещей, это его работа, и он делает ее хорошо. И при этом, да, грамотно работает его пиар-служба, которая освещает это как работу, не как вот то, что он молодец, он это сделал, а как вот, ну, вот сегодня он провел совещание, а вчера он съездил воинскую часть. Вот как обычная какая-то текущая деятельность, и это очень круто, и вот в этом плане, да, я считаю, что освещение деятельности властей в ситуации мобилизации в стране, оно должно быть, потому что информационный вакуум, когда люди не знают, что происходит, это страшнее, чем вот это освещение. Кто бы там, может быть, будут противники, кто-то скажет, да вот, пиарится на этом, да зачем. Нет, это информирование. Я вижу, что наш губернатор что-то делает, он встречается с мобилизованными, он организовал бизнес-сообщество, да, регион, он собирает деньги, он собирает вот эти пайки мобилизованными. И мне как-то спокойнее, да, за этих людей, потому что я вижу, что идет работа в их отношении. Если бы не было освещения, было бы, конечно, напряжение, мне так кажется. Еще одна тема, к которой мы обращаемся с тобой достаточно регулярно, потому что она волнует многих горожан, это перспективы массового жилищного строительства в Сарове. И я знаю, что депутаты собирались на очередное заседание Думского комитета, где эту тему поднимали с представителями городской администрации. Вот расскажи об этих перспективах, будут ли массово строить, когда будут массово строить, потому что пока мы ничего не видим, никаких движений. Разговор уже идет не просто о массовом строительстве, а просто о строительстве жилищного. Хотя бы о каком-то. Хотя бы о каком-то, да, действительно. Ну, давай так, разговор шел через призму, да, через лупу генерального плана, который был вновь разработан. И утвержден, да. В мае месяце. И там появились новые территории. То есть вообще вся разработка генерального плана велась именно с целью присоединить новые территории в наши нормативные документы. Это северные территории и технопарк. Вот там и будем строить, да, получается? Ну, да, значит, да. Леонид Борисович и Михаил Кашпаев, директор департамента архитектуры, и Леонид Борисович Бородолин, замглавы, по этому направлению, значит, рассказывали нам о том, что северные территории требуют огромных вложений. Ну, там сейчас лес густой просто. Да, это густой лес, туда нужно ввести все коммуникации, в первую очередь газ, с которым серьезные проблемы, да, потому что северная часть города, это Балыково, ТИС и так далее, до сих пор не газифицированы, до сих пор не подключены участки многодетных, которые были уже переданы многодетным, которые в очереди, они не могут подключиться к газу. Ну, и прежде чем начать все это, нужно провести компенсационные мероприятия, потому что там почти 700 гектаров леса, а это немалые деньги и немалые тоже какие-то усилия. Да, и решение вопроса о компенсационном отделении, когда ты вырубаешь достаточно серьезный массив леса, да, нужно понимать, что стоимость этих компенсационных мероприятий также войдет в стоимость жилья, то есть никуда от этого не деться. Ну, стоимость жилья, стоимость жильем, перспективы, то есть мы там в ближайшие 10 лет начнем строить? Вот, подожди, давай по очереди. Значит, технопарк, и там только малоэтажное строительство и ИЖС, и только для целей Национального центра физики и математики и МГУ. То есть это не массовый рынок и не массовое строительство. Значит, северные территории это дальние перспективы. 10, 20, 50? Непонятно. Понимаешь, вопрос наличия мощностей, да, воды, электричества, газа, водоотведения, канализации, вот все вот это. Ну, то есть это пока просто условные планы, не обозначенные сроками какими-то. И тут, как бы, есть такой определенный задор у чиновников администрации развивать строительство в направлении 1А1Б. Ну, эта территория уже знакома, и обсуждалось это строительство, и даже какие-то планировки есть, да, насколько я знаю, цифры есть, понимание есть. Ну, вот смотри, мы проект планировки, если мне не изменяет память, утвердили в 2018 или в 2019 году. То есть это уже достаточно большой период времени прошел с тех пор, да, где запланирован достаточно большой, два больших микрорайона со всей инфраструктурой, не только там инженерной, но и социальной инфраструктурой, дорогами, благоустройствами и так далее, да, парками, там даже поликлиника новая там появится. Детские сады, школа наверняка. И не одна, вот, потому что на самом деле население этого микрорайона предполагается там 10 тысяч и больше, там, да, до 15, поэтому, конечно, наличие там необходимой инфраструктуры обязательно должно быть. Но, как мы видим, не двигается дело с выделением земли там, также нет инфраструктуры. То есть для того, чтобы начать там строить, нужно реконструировать все эти носилки, нужно подвести мощности на эти территории, да, то есть проложить трубы, проложить электрические сети, проложить там воду и канализацию. И все это нужно делать за счет, понятно, бюджета, потому что, ну, допустим, даже если инвестор или застройщик войдет на эту территорию, то строительство этих сетей будет положено в цену квадратного метра и только, да, потому что, ну, очевидно, не будет он за свой счет там расстраивать, да, или решать вопросы местного значения по созданию инфраструктуры. Подожди, я тебя вот сейчас перебью. На этом комитете Леонид Борисович Бородуллин говорил о том, что часть домов вот на маленьких площадях, типа точечной застройки, можно начинать строить чуть ли вот не завтра. Это сразу за поликлиникой, там закончится строительство дороги, будет дорога, и вот эти вот дома, сколько их там, 2, 5, 10, их можно подключить к действующим сетям, да, вот они, эти сети готовы взять на себя эту нагрузку. Насколько это соответствует действительности? Возможно, возможно, да, и возможно это так, но это никак не решит вопрос с массовым строительством жилья. Это точечная застройка, 1-2 дома, да, это не насытит рынок, это не решит вопрос доступности на рынке жилья. При этом, при этом, тут надо немаловажный фактор отметить, то, что на территории города, независимо от некой перспективы 10-20 лет, уже существует несколько площадок под массовое строительство жилья. Это вот та самая реновация, о которой мы разговаривали. Это реновация, да, это строительство на левом берегу Сатиса, и реновация другая, да, реновация, будем говорить, по улице Менделеева. При этом администрация здесь по вот уже действующим заключенным договорам, да, ну, действует совершенно противоположным способом, методом, да. Да, эта реновация стоит, да. Почему? Если мы знаем, потому что вопрос... Так вот ничего и не сдвинулось, да, после нашей последней беседы. Да, потому что не сдвинулось из-за проекта планировки. То есть проект планировки до сих пор не утвержден. А без него невозможно определить места застройки. То есть, условно говоря, вот есть территория, на нее накладывается некий проект, как размещаются здания, дороги, благоустройство, инженерные сети. Давай немножко в контекст, да, погрузим зрителя. Проект планировки, он есть, да, то есть есть инвестор, который... Да, он его разработал, да. Разработал этот проект планировки, предоставил в администрацию этот проект. Я до сих пор не согласован, но не утверждаю. Без проекта планировки ты не можешь выделить земельный участок под строительство. Это вопрос, там, согласования каждого пунктика, потому что проект планировки разрабатывается на основании нормативов и требований нормативной базы. И, ну, если есть какой-то, скажем так, отказ в согласовании, то он должен быть мотивированный. Значит, там есть перечень исправлений, замечаний, которые должны быть... Внеси замечания, авторы планировки, они их поправят. Должны бы, да. Но я, насколько мне известно, это уже там вторая итерация прошла. То есть, уже вторая итерация идет и внесение поправок, так сказать, замечаний. А мы в прошлый раз еще вот это не заметили, так что ли, когда вы сели первая поправка? Ну, это же удобно очень, да. То есть, давай вот эту часть поправок на первый раз, это на второй, это на третий. И когда этот процесс закончится, естественно. То есть, вопрос затягивания сроков согласования нормативных документов, это не приведет к улучшению ситуации с строительством жилья. Дальше. Левый берег, да. Мы, по-моему, полтора года назад, это был, если я правильно, январь 2021 года, были публичные слушания по внесению изменений в ПЗЗ, да, где говорилось о том, что давайте повысим этажность на левом береге, на левом берегу Сатиса, и получится, да, вместо малоэтажного строительства нормальное, там, хорошее строительство жилья, причем достаточно высокого качества, с подземными паркингами, с благоустройством и так далее. И для города это, ровным счетом, не стоит ничего. То есть, не требуется никаких вложений, не требуется никаких, там, дополнительных телодвижений, да, ни объявления конкурсов, аукционов и так далее. То есть, не нужно готовить кучу-кучу документов и, как бы, терять время на это. Это можно начать завтра делать. Давай я попробую резюмировать, перевести своего умного депутатского языка на человеческий. То есть, есть реально готовая площадка в городе, с подведенной инфраструктурой, где можно строить. Десятки тысяч квадратных метров. Но сейчас мы смотрим на леса, которые нужно еще, ну, как-то готовить к строительству. Конечно. И в какой-то дальней перспективе застраивать. Так вот, понимаешь, в этом-то весь смысл, что Леонид Борисович рассуждает о перспективах жилищного строительства, не учитывая имеющиеся заделы и резервы. То есть, он рассуждает о том, где можно построить, да, не говоря о том, что реально можно построить. Ведь пойми, даже если мы завтра начнем осваивать 1А1Б, это жилье будет введено в эксплуатацию, ну, дай бог, через три года. В большем случае. То есть, это не исправит ситуацию. Да, а я не верю, честно говоря, вот эту месячную, там, двухмесячную перспективу. Никак не верю. Но там, где можно сделать это здесь и сейчас, проходят суды постоянные, постоянно тянется время, затягиваются сроки, занимаются администрацией крючкотворством порой, да. Когнитивный диссонанс, ну, кто в психологии разбирается, понимает, да, он нарастает в этой ситуации. То есть, когда мы говорим, что нам надо много-много строить, много-много прямо сейчас, но при этом другой рукой, да, сидя у себя в кабинете, запрещаем это делать. И я этого не понимаю и не могу понять. Накануне красного дня календаря 7 ноября от нас сбежал Ленин. И я 7 ноября вечером как раз была у оставшегося постамента, обтянутого зеленой какой-то защитной, или это пленка, или забор, что это, там стояли коммунисты, небольшая группа с красными флагами. И вот знаешь, как митинг в честь несуществующего праздника у несуществующего памятника. Так это все было символично, да. Да, очень символично на самом деле. И, ну, Ленин, он не сбежал, там какие-то реконструкционные работы, его вернут. Его сдуло ветром. Его сдуло ветром. Ленина сдуло ветром истории. Официальная версия его сдуло, да. Ну, есть фото в сети, где он наклонен. Ну, давай так, все-таки это какой-то рукотворный объект, да, который был создан, там, десятилетиями, там, да, назад многими. И понятно, что, да, любая там конструкция, созданная человеком, так или иначе, закон вселенской энтропии, да, приходит в негодность, к ней надо прикладывать энергию и силы, чтобы она оставалась целостной. Где-то что-то там проржавело и так далее, подул сильный ветер, наклонился. И дабы избежать его, там, падения, там, и нанесения какого-то ущерба, его, как говорят, временно убрали. Но мне нравится, но в этой истории мне нравится слово «демонтировали». Например, то есть в Сарове демонтировали памятник вождю мирового пролетариата накануне... Кликбейтно, понимаешь? Да, это звучит, это действительно, ну, несколько даже забавно в каком-то смысле. Символично. Очень символично. Вот, ну, конечно, да, в этом плане немножко сочувствуешь коммунистам, потому что, ну, как бы, они по привычке вышли на площадь Ленина к своему вождю, а вождя нет. Я не разделяю их идеологию, но это было грустное зрелище. Я даже им чуть-чуть посочувствовала. Ну, вот я говорю, то есть вызывает небольшое сочувствие, но вроде как, говорят, что вернут обратно. Подождем. Подождем, опять будем посмотреть. Ну, у нас традиционно все это, да, то есть если бы мы с тобой лично занимались ремонтом этого памятника, назвали бы сроки, да, когда его вернут. Ну, скорее всего, конечно, затягивать не будут. Вот я думаю, что там какое-то ближайшее время... Ну, пустовато без ильича. Ну, да. Почему? Видишь, уже в сети раздаются различные предложения, кем можно заменить, там, Серафиму Саровскому можно заменить. Ну, можно каким-то другим памятником. Почему бы и нет? Николая Второго, там, например. Новые времена, новые памятники. Ну, и, Петр Павлович, мы же с тобой договорились, что мы не будем гнусными занудами и не будем обсуждать только плохие новости. Ну, я не считаю ни тебя, ни меня гнусными занудами. Ну, как будто колупаемся и находим что-то вот такое всегда негативненькое. Но много прекрасного. Да дело не в негативненьком. Чудесный хоккейный клуб Саров в своем первом домашнем матче на открытии сезона обыграл своего принципиального соперника Старта Станшаева с каким-то просто разгромным счетом 7-4. Никогда такого не было, да? Никогда такого не было, и я вот очень счастлива по этому поводу. Ну, тут, во-первых... Давай, не селожку дегтя. Нет, никакого дегтя. Я исключительно рад. Трансляцию этого хоккейного матча вы можете посмотреть у нас в социальной сети ВКонтакте. Комментировал, между прочим, эту трансляцию, да, Петр Павлович. Традиционно, да, у меня такое небольшое хобби образовалось. Я комментирую хоккейные матчи. Искажая фамилии игроков при этом. Исключительно хоккейного клуба Старта Станшаева. И только одного. Но это была, на самом деле, такая, как это, маленькая шалость, да. Которая удалась. Которая удалась, да. На самом деле, первое и позитивное, и классное, то, что действительно стало сильно отличаться на хоккее от предыдущих сезонов, это, во-первых, болельщики. На финале началось реально движение, да. И когда мы играли, конечно, когда мы играли с торпедой из лоископа, по-моему, это был полуфинал, началось прямо вот сумасшествие. То есть это практически полный зал, практически полные трибуны. А активное боление, то есть если в основном это камерная обстановка. Да, у нас финал был после всех этих пандемийных ограничений. Дорвались. Дорвались в том числе, да. Ну и Лыскова, я считаю, тоже один из таких важных соперников торпеды, да. Несмотря на то, что старт, вообще гегемония стартов в чемпионате Нижегородской области... Была прекрасна нашим хоккейным клубом в прошлом сезоне. Да, Саров стал чемпионом Нижегородской области, выиграл Кубок ПФО в межсезонье. Это тоже очень важно. Встречался с такими же чемпионами в рамках Приволжского федерального округа. Возвращаясь к болельщикам, это вот появилась, знаешь, такая прям движуха, да. То есть когда стало интересно самому даже Ледовому дворцу организовывать праздник хоккейный. Понятно, да, первая игра сезона, открытие, то есть все опять торжественно. Ну, считай финал предыдущего года, да, и, понятно, соперник тот же самый, это тот же финалист. И мы его обыграли. Ну, слушай, тут уже, конечно, немножко не тот финал. Если посмотреть игру предыдущую и игру финальную, очень многих лидеров у старта не было, да. Это травмы, понятно, это кто-то может, кто-то не может, это регулярка, это не финал, понятно, это не плей-офф. И, конечно, наши ребята там все заряженные, готовые дать бой, но тут даже, даже тут старт в таком усеченном составе в две пятерки дал бой. И первый период, конечно, они прям провалились, это было видно. Четыре, да, по-моему? Четыре безответные шайбы и пятую прям в самом начале второго периода. Но они взяли в себя в руки, отыграли три, вот, и, по сути, выровняли игру, да, несмотря на численное превосходство наших. Ну, вот эти четыре шайбы, собственно говоря, и сделали такой задел сильный. И, собственно говоря, дальше уже просто не было шансов. Но, извини меня, чемпионский статус нашей команды и длинный впереди чемпионат, и все команды достаточно сильные, взвешенные, сбалансированные. Я думаю, что, ну, конечно, есть там свои, условно говоря, лидеры, аутсайдеры, но я думаю, что нас ждет интересный впереди чемпионат, потому что есть Икстова, есть новая команда АК из Павлова, действительно очень такая боевая. Есть торпеда, которая усилилась, как мне говорят, да, Лыцкого, у которых чемпионские амбиции, вот, ну, точно будут, да. Ну, согласись, классно, когда команды сильные, когда есть вот этот нерв, когда ты не знаешь исхода, потому что, вспомни, мы играли в первой лиге, да, классно, мы всех рвали, было здорово. Ну, да, с двузначным счетом. Да, с баскетбольным каким-то счетом, но скучновато, ты идешь на матч, понимаешь, сейчас мы тут всех... Да, забросят сегодня 10 или 15, да. Или, может быть, все 20. А вот этого адреналина нет, когда ты до последнего не знаешь, когда ладошки потеют, и ты думаешь, господи, пожалуйста, пожалуйста, шайбу, 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 да. Вот это классно, вот я такого сезона жду. Ну, на самом деле, мы все ждем, да, и болельщики, и я как там... К сожалению, я не могу болеть. Я бы болел, но я не могу. Вот, был единственный момент, когда я действительно там поболел за наш хоккей. Это была последняя финальная игра, пятая встреча, меня уже не было, я уехал в отпуск. Вот, и игру комментировал Дмитрий Уресков, пресс-атташе Нижегородской областной федерации хоккей, за что ему большое спасибо. Но я этот матч смотрел на телевизоре со всей своей компанией, с которой мы отдыхали, вот. И действительно, вот там-то уж удалось поболеть, так поболеть. Пожелаем удачи нашей команде, ребята, мы в вас верим, и надеемся, что вы подтвердите в этом сезоне свой чемпионский статус. Ну, а мы будем болеть и радоваться победам, транслировать, поэтому основайтесь с нами, подписывайтесь на наши соцсети. А с вами мы увидимся ровно через неделю, чтобы обсудить самые яркие городские события. Пока-пока. До свидания.